Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как перенести фото с телефона Android на компьютер. Вначале нам нужно объединить компьютер с телефоном с помощью USB кабеля. Обычно мы этим кабелем заряжаем телефон. Одна сторона должна быть вставлена в телефон, как при зарядке телефона. А вторую нужно вытащить из блока питания и вставить USB разъем на компьютере или ноутбуке. После этого нам нужно в телефоне вместо зарядка устройства выбрать передача файлов. Если у вас всплыло окно, в котором дают варианты, нужно просто нажать передача файлов. Если нет, то нужно выдвинуть верхнее меню, там нажать на сообщение «Зарядка устройства через USB», после чего выбрать «Передача файлов». После этого на компьютере щелкаем два раза по значку «Компьютер», «Мой компьютер» или «Этот компьютер». Это одно и то же, просто название зависит от того, какой у вас Windows. В открывшейся папке находим свой телефон. Он, скорее всего, будет называться как ваше устройство. У меня, например, Redmi 8. Двойным щелчком заходим в него. Тут вы увидите накопители, которые находятся у вас в телефоне. Если у вас не установлена флешка, то он будет один. И в него нужно будет просто зайти. Если больше одного, то нужный накопитель будет называться «Внутренний накопитель», «Фон» или «Как-то похоже». После того, как зашли во внутренний накопитель, нужно найти папку с названием «DCIM». Заходим в нее. Тут у нас может быть много папок, в зависимости от того, какие приложения, связанные с фото и видео, у нас установлены. А может быть, как у меня, одна с названием «Камера». Но в любом случае, эта папка есть, так как именно в ней хранятся фото и видео, которые вы снимаете на телефон. Если, конечно, никто не перенастроил, но это бывает редко. Дальше мы можем скопировать все фото и видео, находящиеся на телефоне. Для этого заходим в папку «Камера» и выделяем нужное фото и видео. Чтобы выделить все, можно воспользоваться комбинацией клавиш «Ctrl-A». Далее правой кнопкой по одному из выделенных файлов. В выпавшем меню выбрать «Копировать». Не закрывая папку, щелкаем по рабочему столу правой кнопкой мышки. Выбираем «Создать» папку. Затем заходим в созданную папку. В ней снова щелкаем правой кнопкой по пустому месту и выбираем «Вставить». Далее ждем, пока фото и видео будут перенесены. Это может занять продолжительное время. Убедитесь, что все скопировалось. Ведь при копировании файла может произойти сбой. Из-за чего некоторые файлы могут быть повреждены или утеряны. Чтобы избежать этой проблемы, следует убедиться, что все файлы скопированы успешно. И что их можно открыть на компьютере. Для этого зайдите в папку на рабочем столе и проверьте каждый файл. Желательно каждый открыть. Если все нужное скопировано, то можно удалить все фото и видео из папки «Камера», находящейся на телефоне. Чтобы не перепутать, закройте все папки. А затем снова зайдите в «Компьютер», «Внутренний накопитель», «DC-AM», «Камера». После этого выделите ненужные фото. Далее правой кнопкой по одному из выделенных файлов и выберите «Удалить». Таким образом мы почистим память телефона. Папку можно оставить на рабочем столе, но лучше перенести на другой диск компьютера. Так будет безопаснее. Еще бы я рекомендовал переименовать папку в текущую дату с ключевым словом. Тогда будет легче найти нужное. Например, «Весна 2023» или «23.04.2023». Для этого нажмите правой кнопкой по папке «Переименовать» и введите нужное. Если вам видео пригодилось или понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Если возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Спасибо. Спасибо.